Здарова, соучастники! Сама идея покупки тостера зародилась совсем недавно. Почти каждый из нас жарил хлеб на открытом огне, а потом с хрустом употреблял этот продукт в пищу. Так вот после этого мне захотелось приобрести тостер. Для нашей семьи такой предмет как тостер считался предметом богачей. И моя бабушка всеми силами отговаривала меня от покупки. Но подписчики оказались сильнее, и поэтому вы сейчас смотрите это видео. Не буду тянуть, сразу скажу, что этот тостер я купил в DNS. При выборе модели меня очень смутила вся линейка этих устройств, конечно. Да они, блин, по характеристикам реально почти не отличаются. Они отличаются лишь по виду, ватам, количеству слотов под тосты, количеству степеней прожарки, длине кабеля и наличию разморозки. По характеристикам они, ну, реально почти не отличаются, но покупать самое дешевое, как вы знаете, не в моих интересах. И спустя несколько дней безудержного просмотра таких же обзоров на тостеры, как и это видео, мой выбор балл на этот тостер. У него есть 7 уровней прожарки, 2 слота под тосты, режим разморозки и клавиша стоп, что немаловажно. Вообще, когда я увидел режим разморозки, я реально не понял, для чего это вообще нужно. Мне хлеб, что ли, размораживать? Пошел гуглить, и оказывается, что американцы уже давным-давно замораживают хлеб. Это добавляет место путем избавления от хлебницы, а эффект тот же. Так вот, у этого тостера есть особенность. Под ним есть зазор для провода и специальные крючочки. Блин, охренеть, они реально подумали о кабель-менеджменте. Ну, помимо этого, еще есть съемное дно для очистки крошек. Сразу скажу, что проще над раковиной просто перевернуть и потрясти, эффект будет более заметен. А как же тостер в плане... Тостов? Я, конечно, не гурман, но могу выделить несколько особенностей этого процесса. Тостер проводит электричество по проводам. Кто бы мог подумать, да? И внутри есть проволока. И благодаря электрическому сопротивлению в металле вырабатывается тепловая энергия, которая изжаривает тосты. Не зря, между прочим, вышку заканчивал. Так вот, бывает такое, что прожаривается неравномерно. Бывает такое, что после нескольких прожарок происходит нагревание, и последующие прожарки жарят сильнее почему-то. Ну, а если поставить степень прожарки более пяти, то вы будете кушать уголечки. И еще одна, пожалуй, самая главная вещь, о которой я узнал уже после покупки тостера. Это то, что его нельзя держать рядом с водой, и не должно быть вообще никакого контакта с ней. Если бы об этом не было написано везде, где только можно, то я бы об этом и не упомянул. Хотя с таким крутым тостером я бы принял ванну. В общем, хороший дополнительный источник микроинсульта. Спасибо за просмотр, надеюсь, что было не очень скучно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...